Мы не будем говорить о форме, тем более в русле ваших размышлений. А сейчас самое главное понять, как можно воспринять антологию Канта, для того, чтобы она, может быть, нам помогла в размышлениях уже оформе. Итак, я предлагаю прочитать две странички из «Квитики чистого разума». Почему они уже где-то во второй половине, это уже идут антиномии. Для чего? Потому что если я буду рассказывать все о себе, о моем видении, карты, это будет одно. А если мы прочитаем вместе, предоприятируем, это будет другое. На эти странички я наткнулся совершенно случайно, я их прочитал буквально несколько дней назад, первый раз, сам. Вот я обычно, когда читаю, я черкаю, они были совершенно действенны. Вот это начеркал я, значит, в это время. Мне поразило то, что здесь в концентрированном виде разложены вещи, которые, собственно, нас интересуют, касательно представления о вещи, о вещи в себе, о предмете, об объекте и, наконец, что очень важно, о трансцендентальном объекте. Более того, значит, эта главка, она называется «Трансцендентальный идеализм как точка к разрешению космологической теоретики». И в ней, собственно, Кант объясняет, каким образом мы можем судить, редить о вещах, которые будут в будущем или о том, что было в прошлом. Ну, если все вещи – это есть наше представление, все явления есть наше представление, то, казалось бы, тут возникает, по крайней мере, вопрос. Действительно, такой вопрос возникает, и в самое последнее время этот вопрос возник у так называемых спекулятивных реалистов. Это примерно, там, лет пять, наверное, назад вышла книжка Квентина Миясу, которая уже считается, видимо, классиком спекулятивного реализма, и который поставил вопрос о… то есть, проблему он обозначил архиистории с точки зрения трансцендентальной философии или, как он называет, с точки зрения корреляционизма. Ну, корреляционизм – это термин, который ввел, видимо, Квентина Миясу, он подразумевает корреляцию бытия и мышления. Ну, для всех это лучше всего знакомо именно по предмету трансцендентальной философии. То есть, наше представление – это и есть наше бытие. Ну, пока. Наше бытие – это и есть наше представление. И вот Квентин Миясу, значит, он спрашивает, а каким образом, вот если наше представление, которое случается только сейчас, да, и мы можем судить только о том, что вот сейчас, могут быть отнесены к прошлому, да? И особенно с точки зрения научного познания. Обычно-то человек может сказать что угодно, но наука с большой буквы, как она может быть осуществляема в рамках трансцендентальной философии? Я позволю себе зачитать, чтобы пару абзацев из статьи несу, чтобы не быть голословным. Какая статья? Это статья, которая недавно была переведена. Это его доклад. Доклад, как он называется? «Время без остановления». Но, на самом деле, она переведена недавно. Она написана уже давненько, по-моему, несколько лет назад. Я коллекциониста, то есть коллекционист – это вот трансцендентальный философ в нашем случае. Для коллекциониста доисторически не может быть реальностью, предшествующей субъектом. Оно может быть лишь реальностью, которая заявляется и мыслится самим субъектом, как предшествующая ему. Это прошлое для человечества, не имеющее никакой иной действенности, кроме как принадлежащее ему в качестве прошлого человеческого рода, которое абсолютно коллективно живущим сейчас людям. Такое утверждение – это, конечно, катастрофа. «Потому что оно лишает смысла научное суждение, которое я настаиваю, значит лишь то, что значит». А именно, доисторическое и научное суждение не говорит, что нечто существовало до субъективности, для субъективности. Но что оно существовало до всякой субъективности и ничего более. Доисторическое и осуждение имеет реалистический смысл или вовсе не имеет никакого. «Поскольку сказать, что нечто существовало до вас только для вас, то есть лишь при условии, что вы существуете, чтобы осознавать это прошлое, значит сказать, что ничто не существовало до вас». «И последнее. Моя задача проста, задача не есть. Я пытаюсь отвергнуть всякую форму коллекционизма, то есть транзитализма. То есть стараюсь показать, что мышление при определенных условиях может прорваться к реальности, как она есть сама по себе, независимо от любых актов субъективности. Иными словами, я настаиваю на том, что абсолют, то есть абсолютно автономная от субъекта реальность, может быть по мыслям субъекту. Абсолют может быть по мыслям субъекту. Это очевидно противоречие и на первый взгляд именно в том, что утверждает наимный реализм. Бросаемый мною вызов состоит в том, чтобы показать, что это осуждение может быть не противоречивым и не наивным, а спекулятивным». Ну, Бог с ним смеется. Как он решает эту проблему, пока не до конца ясно. По первой его книжке, то, что мне далось познакомиться, у меня там не масса претензий, но он якобы в последнее время грозится, что-то там будет на горах. На самом деле, очень его ход, я считаю, оригинальным и таким мощным, хотя бесперспективным. Но сейчас мы говорим не имя Ильсу, а вот об этой постановке проблемы архиоисторического. Лет там, не знаю, пять лет назад, когда появилась первая рецензия, вышла его книжка, и Кроличкин, это московский, достаточно молодой философ, сделал рецензию, мы с ним уже очень много спорили об этом. То есть, вот, я не Ильсу эту проблему, да, вот, я зачитал, в котором обозначил архиоисторическую. Для Кроличкина, человек, который с таким, с бэкграундом философским, который закончил философский факультет МГУ, да, это тоже правильный принцип. – А почему просто не сказать, что время – это не форма чувств, а нечто объективное? Или существует два времени? – В том-то и где. Подожди, вот я к этому и прихожу. – То есть, сначала, как бы задача не брали по словам. – Для меня, для человека с бэкграундом все, что вот именно научно, казалось бы, то, что науки меняют, что наука не может мыслиться в рамках, в рамках трансфердальной философии. – Это казалось непонятным. Мы с ним очень долго спорили. И я его убеждал, что наука прекрасно себя чувствует в рамках трансфердальной философии. – И, в общем-то, каждый расслался при своем мнении, мне его аргументы показались неимпедительными, а собственные, в общем, они очевидны. – Так вот, это было такое древнее предисловие к этой главке. – Вот в этой главке как раз каждый обсуждает эти проблемы. Мы заодно вот сможем их оценить. А именно, каким образом мы можем порассуждать, считать действенные какие-то там далекие звезды, до которых мы никогда не долетим, или историю нашей Вселенной, вот, в те времена, когда мы никогда не жили. – А такая проблема существует, что ли? Просто, понимаете, много проблем существует, которые нам не интересны. И надо сначала поставить эти проблемы, а потом их обсуждать. Понимаете, как бы сама проблема о том, что до человека существовало мир, это проблема выдуманная. Или просто нет? По-моему. – Ну, на мой взгляд, тут тоже, но речь не о том, что это было выдуманное в общее, а то, что она значима она для транзаконтальной философии или не значима. – Она только для теологии значима. Вот с точки зрения теологии это важно. – Вот я привел специально два примера. Значит, Крайлишкин очень не глупый человек, да? Мирису тоже, так сказать, вот уже имя его прозвучало. Они считают, что это проблема. Я считаю, что это не проблема. Как человек не с философским, а с научным программом, да? Я считаю именно в рамках транзаконтальной философии. И поскольку в этой главе Кант касается именно эта проблема, я вот это обозначил. Нас интересует, конечно, не это. Нас интересует, что такое вещь сама по себе, что такое вещь, что такое предмет, что такое объект, что такое транссерентальный объект. Вот этого мы и коснемся. Итак, всего две странички, причем мы будем их обсуждать по абзацам. Соотвлечения. Транссерентальной эстетики мы в достаточной степени показали, что все созерцаемое в пространстве или времени, стало быть, все предметы возможного для нас опыта, суть, ничто иное, как явления. То есть только представления, которые в том виде, как они представляются нами, а именно, как протяженные сущности или ряды изменений, не имеют существования сами по себе вне нашей мысли. Это учение я называю транссерентальным идеализмом. Вот такое понятие вводит Кант для своей философии. Обозначает ее. Вещи всем прекрасно знакомы. Еще называют формальным идеализмом. Ну как формально это не совсем. Идеализм, но не совсем не идеализм. Формальный идеалист. А можно первое замечание, пожалуйста? Если внимательно читать трактат и анализируете, Кант ведь ничего не доказал. Кант ведь не доказал, что время и пространство являются формами чувств. Что является? Что время и пространство являются формами чувств, то есть субъективной форме. Он это не доказал. Оплевно. То есть то, что он говорит здесь, что при институте доказал, это же просто не так. Наш разговор не этому посвящен, но это просто первое замечание. Да, ну и вот давай еще у нас будет дальше, как раз он об этом будет возможность обсудить и высказать. Просто будем считать, что он как-то доказал, хотя он ничего не доказал. Но, господа, если бы вот сто процентов, мы бы и жили в матрице. Это с точки зрения карты, с точки зрения карты, что понимается под трансцендентальным идеализмом. Это учение я называю ТРПР. В противоположность к нему, трансцендентальный реалист превращает эти модификации нашей чувственности, модификации нашей чувственности, представления, в вещи, существующие сами по себе. И потому считает представление вещами в себе. Вот я хотел бы обсудить это предложение. Его можно, конечно, так вот не глядя проскочить, но вот за этим-то все и кроется. Трансцендентальный реалист. Он мне пишет, что реалист. Да? Трансцендентальный реалист. То есть это просто не какой-то там наивняк, который вот считает, что вот эти самые вещи, кстати, в тематном вещь себе, и вот захватился мне. Который не задумывается над вопросом. Он же трансцендентальный реалист. Который уже, по крайней мере, что-то слышал там о вещи себе. Вот. Он превращает. То есть что значит превращает? Вот. Он слыхал. Вот вещь себе, да? Предмет. Для меня. И вещь. И вещь. Он превращает. Да. Ну естественным образом. Каким образом? Потому что вот это вот, да, я это воспринимаю. И превращает его в вещи. Вот. Я его воспринимаю. Я как трансцендентальный реалист прекрасно понимаю, что мое представление это не есть совсем то, что есть это сущность, да, вещи. Я потом, это одно, я превращаю мое представление в вещь. То есть я считаю, что вот это же есть вещь сама по себе. Ну не то, что сама по себе, но просто вечная вещь. Да, да. Вещь. Вещь тоже не вижу. Ничего. Мы всегда просто правят. Значит, из главки «Анумен», «Анумен», зачитаю сейчас вам цитату Канта. Рассудок ошибочно принимает. Мы постигаем и объект. Вот я его постигаю. Ну «Анум постигаем» мне очень нравится. «Анумозрительный» тоже. Ну в общем, да. Вот. Я постигаю его сейчас, да. Созерцаю. Да. Который он соотнес явление, да. Вот он не является и объект некий, да. Он соотносит это с понятием о сущности. То есть происходит гепостазирование. Еще раз, просто зачитаю буквально. Принимает умопостигаемый объект, неопределенное понятие об умопостигаемом объекте, который он соотносит явлению, за определенное понятие сущности. То есть это одно и то же. Вот это представление Канда притекует. И то, что он называет трансцендентальный реализм. Так вот это очень распространенное заблуждение, которое мне многократно встречалось в самых разных проявлениях по ходу дискуссии вокруг Канда. Я никогда не знал, что вот он для этого феномена ввел такое понятие трансцендентальный реалист. А на самом деле сплошь и рядом. Более того, это происходит в последнее время особенно интенсивно. вот я писал о том, что вот Катричка, вот это вот московский философ МГУ, да? По-моему, Катричка, нет? Катричка. Катричка, да? Катричка, Сергей, да. Сергей Катричка, вот этим он, да, навлекается. И вот, значит, что Катричка по этому поводу. Опять же, короткая цитата. Значит, он представляет из его манифеста, он написал там недавно, год назад его манифест трансцендентальный Таоризм. Он представляет это таким образом. Ну, пусть нам дана следующая система, да? Основное положение. Существо – это объективные вещи. Вещи воздействуют на нас. И наше знание о вещах определяется этим воздействием. Это самый наивный взгляд. Существо – вещи. Вещи воздействуют на нас, и наше знание о вещах определяется этим воздействием. Понятно, да? Ну, допустим, вот, при этом Кант критикует два предшествующего идеализма. Трагматичный идеализм Деката и трагматичный идеализм Бенгель, которые подвергают сомнениям пункт первый, то есть, что вещи вообще объективные существуют. Сам Кант этот пункт принимает, а поэтому он называет свою позицию эмпирическим реализмом. Но он отрицает пункт три. То есть, то, что наше знание о вещах определяется этим воздействием. Это как интересно? А? Как можно быть эмпиристами и отрицать, что наше знание определяется опытом? Это кто отрицает? Нет. Нет. Тут аккуратно. Наше знание не определяется воздействием вещи. А чем тогда? Самовоздействием? Да. Посмотри, у нас есть два варианта. Либо не есть некое официрование внешнее, либо есть самоофицирование. Других способов-то нет. Влад, знание же не в нашей офицированности. Знание состоит в той форме, которую мы придаем тому, чем нас мир официрует. Мир нас-то официрует. Значит, все-таки причина нашего знания – это нечто в мире, конечно. Ну, то есть, грубо говоря, вопрос стоит, какой он имеет форму – сфера или рекура? Ну, здесь же форма, в том числе и причинности, например, да? Без формы причинности всякое опознание невозможное становится в научном случае. Господа, давайте дочитаю, потому что, скажем, у нас вообще это… вот. Сам Камп этот пункт принимает, поэтому, да, но отрицает пункт третий, что наше знание определяется воздействием вещей. Или, точнее, совершая здесь вот, как неканский переворот, формулируя пункт три иначе. А именно, вещи подчиняются нашему рассудку, его категории, да? Вот. Понятно, что пункт три следует уточнить, поскольку требование подчинения рассудка самих вещей из пункта один и два, то есть объективных, абсурдно. Поэтому Камп дополняет свою аксиоматику в важнейшем для него развлечении. Вещи в себе, вещи для нас. Соответственно, с учетом этого развлечения, пункт три формулируется теперь так. Вещи для нас подчиняются нашему рассудку и остаются без изменений. А пункт один и два остаются без изменений. Итак, существуют объективные вещи. Вещи воздействуют на нас, но вещи для нас подчиняются нашему рассудку. А не продукт, собственно. Да. То есть, получается, что не существует, и он критикует представление о Канте, о философии Канта как двумировое представление. Да. То есть мир наших представлений, и есть мир он постигаемый. И вот это направление ресепции Канта, оно называется двух аспектом. То есть, они понимают Канту так, что Кант говорит не о двух мирах, а просто два аспекта вещи. Как вещь объективная и вещь, которая к одному. Да. Но это же то же самое, что Кант пишет о трансцендентальном реалисте. Один к одному, да? И это совершенно не соответствует тому, о чем писал Кант. Трансцендентальный реалист – это представлениями является. У нас есть представления, но эти представления как бы спроектированы в мире. Понимаете, они в самом мире напоятся, а не у нас. Вот что такой реалист говорит. Не-не-не. Тот реалист, о котором говорит Кант, он утверждает немножко другое. Он прошел весь путь познания вместе с Кантом. Он понимает, что форма чувственности – это именно форма чувственности. Что категории не содержатся в вещах, а они содержатся в рассудке. Что да, мир нас официрует, но всю форму этой офицированности придает мысль. Чувство. Чувство. Да. Чувство и мысль придает им форму. Вот. Это он все признает. Реалист дальше просто делает следующее. Он говорит, что, но все значение бытия, когда мы задаемся вопросом, вот все, что мы знаем, оно каким статусом бытия обладает? Оно обладает статусом данности в нашем чувстве и в нашем мышлении. И только таков смысл бытия. То есть реалист делает представление вещи и уничтожает возможность разговора о вещи к себе. а сводит ее, так сказать, мысль сведена только к нашему представлению. Вот. Историю, которая то ли пояснена, то ли не пояснена, он превращает в самостоятельные вещи. Транцентальные и реалисты именно так и поступают. Это одна и та же вещь, взятая в двух различных аспектах. Вот я зачитаю последнее положение вот этого направления ресепции Канта. При этом кантовское развлечение антологически не удваивает мир. Вещь сама по себе и вещь для нас это одна и та же вещь, хотя и взятая в разном эмпирическом или трансонентальном отношении. И, как замечает по этому поводу Кант, критика учит нас рассматривать объект в двояком значении, а именно как явление или как вещь сама по себе. Да? Ну вот мы к этим цитатам Канта сейчас еще… Ну так к этому говорим, одна и та же вещь. В современном кантовидении потом наградовка получила название двухаспектной или одномировой инкриптации. Все понятно? Вот это то, что критикует Канту, то, что есть трансонентальный реализм. Да не это критикует Канта. Я не согласен просто с этим. Я вообще как бы… Разговор немного как бы странный, да, как с моей точки зрения. Потому что неважно ведь на самом деле, является ли мир только моим представлением или он как бы опрокинут во мне, да и является самими вещами. На самом деле этот вопрос ведь несущественный. Мы никогда не сможем выяснить, как это на самом деле устроено. То ли мир является состоянием моих чувств, то ли на самом деле мои чувства просто доносят до меня то, как мир устроен сам по себе. Мы никогда это просто разделить, никогда решить не можем. Но мы можем знать на самом деле, подчиняется моей воле мир или нет. Оброкидываются ли мои формы во мне или нет. Это несущественно. Существенно то, что я не могу этой формой владеть. То есть мир мне дан, понимаете. Он дан мне на самом деле принудительно. И этого достаточно для того, чтобы говорить о том, что есть мир там, да, что вот он там как-то сам по себе существует и прочее. Этого достаточно. Достаточно просто знать, что моя воля не является произвольной. И если бы моя воля была произвольной, если бы… То действительно можно было бы утверждать о том, что я даю форму милу. Но поскольку моя воля не произвольна, то и нельзя так говорить. Надо просто… Вопросы здесь будут проблематические. То ли мир так устроен, что вещи, мои чувства доносят до меня то, как устроен сам мир. То ли на самом деле это просто состояние. То ли мир, то ли весь мир в состоянии моих чувств. Это некое субъективное состояние, как сказать, моего созерцания и мышления. Николай, то, что это представление остается субъективным, но не произвольным, это не требует разговора о воле. Нет. Вопрос в том, что состоит. Давайте решим вопрос, что такое объективное. Потому что все, с точки зрения философии, в том смысле, что все начали созерцание мышления, все субъективно. Есть тогда хоть что-то объективное? Объективное. Объективность состоит в том, что эта субъективная форма не произвольна, а необходима. Правильно. Вот и все. И поэтому, как бы, всякий раз, когда мы будем говорить об объективности, мы просто будем иметь в виду, что речь идет о воле. То есть произвольное здесь некоторого рода представление, или не произвольное. Я не понимаю, зачем ты примешиваешь здесь волю? Потому что именно так решается вопрос об объективности. Ты сам это сказал. Да, слушай, в критике чистого разума нет никакой воли. Вопросы воли обсуждаются в месте практического разума. Нет, ну это тоже важно, но все же я предлагаю... Я только начал, осталось полторы странички. Хорошо. Да? И потом мы можем... Я просто имею в виду, что мы этот вопрос никогда не решим. Всегда будут две точки зрения. Один будет считать, что так вещи... Я предлагаю решить его сегодня. Как честно? Вот именно. Вы же, как настоящие коммунисты, думаете, что истина на вашей стороне. Особо ты боишься? Ничего я не боюсь. В смысле национации, да? Нет, просто думаем, что разная такая. Вот славы и духов не смогут сегодня решить этот вопрос. А сильные духов могут. Хорошо. Давайте, давайте. Сильные духов будут сейчас говорить, а мы будем отвечать. Итак, я резюмирую. Опять же, это было только введение. Осталось полторы странички, но это было только введение. Я резюмирую, что наряду с транссерентальным идеализмом существует такое понимание кантовской философии, которое он сам называет транссерентальный реализм. И которое, это на самом деле вот такое наивное представление общих, то есть 90% понимают именно так, как транссерентальный реалист. И четко, абсолютно, это выражено в том понимании канта, которое нынче называется двуаспектным и одномировым, и которое началось в американской аналитической философии в конце 70-х, кажется, начале 80-х годов. И которое воспринято и российскими философами. Двухаспектным и двумариумом или двухаспектным и одномировым? Если два аспекта, то значит один мир. Один мир, два аспекта вещи. Вещь для нас и вещь себе. Это просто два аспекта вещи, два способа рассмотрения. А мир-то один. Вот в чем суть и его. И это надо сказать, что традиционная и в советской, как сказать, советская философия, видимо, нехорошо говорить, но советская историко-философская традиция. Я тут вчера покатил два часа и насобирал разного такого, что значит в русском интернете по этому поводу. Чтобы я хочу закончить свое введение, вот еще парочка эсетап. Теорию познания канта можно представить следующим образом. Существуют вещи сами по себе, вещи в себе, эти вещи действуют на органы чувств человека, порождают многообразные ощущения. Вот, ну это совсем нагерно, но это взято из какой-то энциклопедической статьи, хоть короткой или там, это биографическая статья. Т.е. вещи в себе не официруют наши чувства? Т.е. как-то бы, просто я не очень понимаю даже, что вы говорите, вещи в себе официруют наши чувства. Т.е. в себе какую-то из энциклопедии. Т.е. что ты встаешь? Т.е. я цитирую примеры вот этого трансцендентального реализма. Т.е. это не трансцендентальный реализм то, что вы говорите. Т.е. трансцендентальный реализм это другой. Т.е. он немножко глупше. Т.е. вы просто реализм делаете. Т.е. вообще ноября и ноября. Т.е. это реализм. Т.е. была там согласен, что это не это не занято или не финансово. Т.е. гостре реализм. Т.е. реализм. И, ты навел РИИН. Т.е. реализм. Васильев, термин Катовской философии. Т.е. важнейшее понятие Катовской философии «вещь в себе». В строком смысле означает «вещь со стороны тех ее свойств, которые не зависят от человеческого восприятия и его специфических условий. Вещь в себе противоположное явление, как тому, что с формальной стороны все целое определяется с объективными условиями чувственности. Но практически то же самое. Извините, это Васильев, это МГУ, профессор, который читает... На самом деле, если правильно определять, вещь в себе, это вещь, как она дана Богу. На самом деле, вот правильное... Я хочу сказать, что твое представление о Канте, оно поддерживается кучей цитат, которые я сейчас зачитываю. Ну, в некоторых нюансах, конечно, оно отлично. Значит, еще, 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 значит, могу приводить вот аналогичные цитаты. Только, значит, последнюю зачитываю. Я единственную цитату нашел в русском интернете, которая более-менее. Меня поразило то, что там буквально те же слова, которые я написал в своем сообщении. Значит, эта статья вывешена на сайте Института философии Российской Академии Наук. Вещи в себе, в Канте, в спинных пониманиях вовсе не вещи. Это буквально вовсе. Это вовсе не вещи. Поскольку они истолковываются как непространственное, значит, и непротяженное, невременное, трансцендентное нечто, существование которого, подтверждает Канн, не подлежит сомнению. Так как явление, предполагаю, то, что является, этим только и могут быть вещи в себе. То есть, только запятать, этим только и могут быть вещи в себе. То, что вызывает явление. Ну, тут, опять же, не совсем тот, который бы я разобил, но, тем не менее, вещи в себе, в качестве моих понимания, это вовсе никакие не вещи. Правильно, у него термины есть, предметы сами по себе, объекты сами по себе. Это значит, азерман. Нет, ну, просто есть некоторый способ указывать на поток второго. А он еще и академик какой-то такой, да? А? Еще и академик. Это философ, причем, это философ. Это сыграл Канн, да? Да, он недавно написал в Мешку, вот эту самую. Итак, значит, существует такое представление, очень распространенное. А теперь, значит, переходим к предположенности трансатального реализма, значит, как пишут. Наш же трансатальный идеализм считает, что предметы внешнего созерцания действительны. Я подчеркиваю, внешнего созерцания и действительны. Вот этот мир, он действительно в тябинах камп. Так как они созерцаются в пространстве, и что все изменения во времени действительны, так как их представляет внутреннее чувство. В самом деле, так как пространство есть уже форма того созерцания, которое мы называем внешним. Вот этот мир, внешний мир, да? Это уже форма созерцания. Это мы его называем внешним. А без предметов в пространстве не было бы никаких эмпирических представлений, то есть возможностей опыта. То мы можем и должны считать протяженные в нем сущности действительными. Это действительно. Это явление, это представление, но это действительно. Это вот тот мир, внешний мир. Это тот мир, которым мы называем внешним. То мы можем и должны считать протяженные в нем сущности действительными. Точка с заготовой. То же самое следует сказать явлением. Но само это пространство и время, а вместе с ними и все явления, суть сами по себе не вещей, а только представления, и не могут существовать вне нашей души. Но само это пространство и время, а вместе с ними и все явления, суть сами по себе не вещей, а только представления, и не могут существовать вне нашей души. Приложение чисто немецкое, длинное, но мы вне нашей души зафиксировали, поставили точку, у него точка с запятой, и я продолжаю. Даже внутреннее и чувственное созерцание нашей души, как предмет осознания, определение, которое представляется через последовательность различных состояний во времени, вещь идет просто о рефлексе, сквозь сам рефлекс. Это также не есть я в собственном смысле слова. То есть, перед этим он говорит, что это есть во внешнем мире, не вещи, а представления, а теперь он говорит о внутреннем мире человека. О рефлексии, так вот это вот наша сама рефлексия, так же не есть я в собственном смысле слова. Как оно существует само по себе. Или трансэнтальный субъект. Это не есть трансэнтальный субъект. Это есть лишь явление. Данное чувственности, это неизвестное нам сущность. Ну, короче, душа и вещь себе тоже. Ну, и что? Ну, как ты это будешь? Я тебя прочитал, извини. Хорошо, душа предмет. Вам, вы, заслабо, цепяльцы, давайте какой-то термин примем за те сущности, которые существуют. Есть явление. Не саморефлексия. По ту сторону это явление на что-то находится. Давайте примем какой-то термин и будем просто его как-то называть. Хорошо. Вы хотите, чтобы просто молчать, что ли, как мы будем наявлены? Можно, знаете, вещи себе? Как я дочитаю? Ну, хорошо, давай дочитаем. Всего две странички. Давай, может, вы прочитали? Да. Прочитаем. Значит, наличие внутреннего явления, как вещи, существующие само по себе, в таком виде нельзя допустить. Потому что условием не услужит время. Он говорит сейчас про саморефлексию. Время у нас. Время. Ну да, как восприятие для основного. Которое может быть определенным, как бы то ни было вещи само по себе. Время не может быть. Понимаете? Она уже форма. Однако, эмпирическая истинность явлений в пространстве и времени вполне установлена. Ну, Кантем установлена. Да, и в ходе рассмотрения трансэнтальной эстетики. И достаточно отличается от мечты. Если то и другое правильно и целиком связано друг с другом в опыте по эмпирическим законам. Еще раз. Он теперь переходит к эмпирической истинности. Явлений. Однако, эмпирическая истинность явлений в пространстве и времени вполне установлена. И достаточно отличается от мечты. Если то и другое, то есть явление пространства и времени, правильно и целиком связано друг с другом в опыте по эмпирическим законам. Итак, для Канта действительно то, что происходит. Явление действительное. Мир, данный нам в представлении, хоть только так. Услово называемое внешним и внутренним. Это действительно для Канта. Это и есть наше бытие. И то и другое правильно имеется в виду истинность явлений в пространстве и времени. Правильно. Ибо целиком связано друг с другом в опыте по эмпирическим законам. И вот здесь все... Итак, предметы опыта никогда не даны сами по себе. Они даны только в опыте и помимо него вовсе не существуют. И вот он сейчас при переходе к вопросу, который нашел Книесу. Что могут быть жителям на Луне, хотя ни один человек никогда не видел Луну. Без сомнений. Можно допустить. Но это означает лишь, что в реальном продвижении опыта мы могли бы натолкнуться на них. Ибо действительно все то, что находится в контексте с восприятием по законам эмпирического продвижения. Вот это важное понятие у него. Закон эмпирического продвижения. По-моему, это все. Ну, это точно соотносится с посылом Миясу, совершенно определенно. Другое дело, что пункт как раз Миясу состоит в том, что он считает, что здесь не устранима субъективность. Кант полагает, что... Это нехорошее слово субъективность, но я согласен. Но это мир Камни. Мы сейчас обсуждаем мир Камни. Да, да, да. Следовательно, жители Луны действительно в том случае, если они находятся в эмпирической связи с моим действительным сознанием. Если есть эмпирическое связи с моим действительным сознанием. Хотя они от этого не становятся еще действительными сами по себе. То есть, вне этого эмпирического продвижения. То есть, вот понятие эмпирического продвижения, которое, на мой взгляд, занимает все претензии Миясу. Далее, но этого не будем касаться. У него там про звезды и все. С этим же понятием эмпирического продвижения или эмпирического агресса. Так, теперь мы немножко облегчимся. И дальше закончим. Осталось. Было ровно вот чуть-чуть больше планированного. Понимаете, похоже на какой-то школьный разбор Канта, который в доме людей просто... У Канта нет ничего хитрого. И система совершенно прозрачная и проста. Что тут крутить, я не понимаю. Немножко. Что вы думаете? Вы думаете, можно вот так вот взять Канта и что-то там вычитать? У него там все просто. Может быть, это... Он там тысячи раз повторяет одну жду. Тысячи раз на разные ладони. Хорошо. Вычитли то, что он противоречит тому, скажем, что ты написал, да? Чему противоречит? Мне вообще слова не нужны. Давайте в воображаемом пространстве... Все. Я выпускаю это. Я хочу записать буквально одну-четверть странички и поставить точку. Хорошо? Ну, давайте послушаем. Просто вы как бы на камеру говорите, там люди интересны. Ну, ладно, послушаем. Да, и послушаем. Так... Способность чувственного созерцания есть, собственно, только восприимчивостью. То есть способность определенным образом испытывать воздействие посредством представлений. Запятая. Наверное, здесь остановлюсь. Это фраза замечательная совершенно. Я не думаю, что здесь напортажил переводчик. Что это все как... Как можно испытывать, понимать это, испытывать воздействие посредством представлений? Понятно, что можно иметь представление. Это смотря на какое слово делать ударение. Я испытываю воздействие. Если я на слове воздействия ставлю ударение, то вот я испытываю воздействие там посредством света, да? Свет идет. Или, с другой стороны, можно понимать, как я испытываю, как результат. То есть результат воздействия. У меня возникло представление. Но так или иначе, иначе трактовка этого представления, что мы испытываем представление, вызывают представление. Ну, простой вопрос здесь, кто воздействует или что воздействует на нас? Просто вот, просто ответьте, что воздействует на нас? А чему, как бы мы официруем? Это чему, какому воздействию мы подвергаемся в СССР сами? Кто воздействует или что? Представление воздействует, конечно. Ну, как представление на вас воздействует? На вас представление. То есть, ваше представление на само на вас воздействие. То есть самоофицирование будет происходить? Или все-таки на вас воздействует нечто внешнее? Мы это обсудим. Осталось совсем... Нет, но это и есть единственный вопрос, который у Канта как бы надо понимать, и все остальное становится сразу прозрачным. Мы к этому сейчас перейдем. Я просто хочу зачитать Канта для того, чтобы было на что ссылаться. Когда кто-то будет разрушать, я буду тыкать и говорить. Вот если мы бы это не зачитали, мне приходил бы этот рецепт по книжке. Мы зачитаем, потом я буду тыкать. Хорошо, хорошо. Там была точка. Риспутать воздействие посредством представлений. Это и есть способность чувственного созерцания. Посредством представлений. Отношения которых друг к другу есть чистое созерцание пространства и времени. Или чистые формы нашей чувственности. И которые представления, поскольку они соединены, определены в этих отношениях между собой. Пространстве и времени, то есть. По законам единства опыта, называются предметы. Вот эти представления, которые соединены, определяются отношениями и по законам единства опыта, называются предметы. Вот здесь есть фраза, посредством представлений, отношения которых друг к другу есть чистое созерцание пространства и времени. Чистые формы нашей чувственности. И которые, поскольку они соединены, определяем мы в этих отношениях. По законам единства опыта, называются предметом. Материя. Откуда приходит материя? Формы чистые, формы пространства представления. А материя? Потому что есть материя и формы, да? Мы поняли, что это форма. А материя? На этот вопрос у меня есть четкий ответ. Насчет материи. Но позже. Так вот, нечувственная причина этих представлений совершенно неизвестна нам. Мы просто хотели обсуждать в момент чтения, а тебе получается, сейчас мы все почитаем, а потом будет возвращаться обратно или как? Вы бы уже сразу отвечали бы, а мы бы дальше читали. Отвечали бы, мы дальше читали. Там много осталось почитать. Я имел уведомо. Мы предлагаем-то читать, там, пол, с пол страницы. Меньше. Тут совсем не нравится. Просто если вы там документ читаете, то я верю, что вы там все право не читаете, да, как есть. Нечувственная причина этих представлений совершенно неизвестна нам. И потому мы не можем созерцать ее как объект. Конечно. Так как подобный предмет мы должны были бы представлять себе ни в пространстве, ни во времени. Составляющих условия чувственного представления. Это к вопросу вообще и о материи. Материя – это не материал. Материал – это, значит, вот, действительно, можно сказать, нечто, относящееся к вещи в себе, то есть к новому. А материя уже всегда структурирована, отформатирована формочками пространства и времени. То есть материя – это… Материя по канту, по канту. Осталось буквально две минуты. Есть понятие. Чувственная материя. Да. Да, это дочитать. Мы не можем, значит. Нечувственная причина представлений совершенно неизвестна нам. Потому мы не можем созерцать ее как объект. Так как подобный предмет мы должны были бы представлять себе ни в пространстве, ни во времени. Составляющих условия, лишь условия чувственного представления. А между тем, без этих условий, мы не можем иметь никакого созерцания. И вот, это я рассказал. Впрочем, чисто умопострегаемую причину явлений вообще мы можем назвать трансцендентальным объектом. Обращаю ваше внимание, это не новое. Чисто умопострегаемую причину явлений вообще мы можем назвать трансцендентальным объектом. Просто для того, чтобы иметь нечто, соответствующее чувственности, как восприимчивость. Ну, к вопросу. Я же понимаю, что откуда берется, кто воздействует. Ну, мы же имеем представление о чувственности, о восприятии, да. Естественно, сидящие на этом яване воздействуют на меня. Конечно, да. Но я же понимаю, что это все мое представление. Ну, я-то думаю, что тут немножко совсем о другом. Ну, хорошо. Да. Так вот, он постигаемая причина явлений вообще, подчеркивается Кантом. Причина вообще мы можем назвать трансцендентальным объектом. После того, чтобы иметь нечто, соответствующее чувственности. Весь объем и связь наших возможных восприятий мы можем переписать этому трансцендентальному объекту и утверждать, что он был до всякого опыта, сам по себе. Однако, сообразные с этим объектом явления даны не сами по себе, а только в этом опыте. Потому что они суть лишь представления... Это потому, что Катричка описала. Вы говорили, вот он Катричка, то, что вы сейчас читаете, это вот описывает Катричка. Которая имеет... Своя вещь двухсторонняя, что с одной стороны она сама по себе, а с другой стороны дана в опыте его явления. Значит, Катричка совершенно неправильно понимает, на мой взгляд, этот трансцендентальный объект. Ну, он просто стандартный имеет значение. Он понимает, совершенно стандартный и... Ну, хорошо, хорошо, да. Так. А не суть лишь представления, которые имеют значение действительного предмета, только как восприятие. Именно тогда, когда это восприятие находится в связи со всеми другими восприятиями по правилам единства опыта. Таким образом, можно сказать, что действительные вещи прошедшего времени даны в трансцендентальном предмете опыта. Вот я хочу на этом закончить. Дальше он ведет речь о трансцендентальном объекте именно в этом смысле. Говорит о прошлом, о звездах и прочее. Но основная фраза сказанная, я просто хочу, чтобы она была воспринята. Что, когда мы говорим о звездах или об истории, мы рассуждаем именно о трансцендентальном предмете, объекте. Вот что у Канта есть трансцендентальный объект. И чтобы для конца понять, что такое трансцендентальный объект, нужно представлять то принципиальное различие, которое Канта работает между трансцендентальным объектом и НОМ. Что такое трансцендентальный объект? Трансцендентальный объект это на самом-то деле, потому что пишет Кант, а он пишет об этом вот здесь, потом о трансцендентальном объекте написано в первом предусловии, то есть в первой редакции эпидемии «Чистого разума» в главке ОМОМ, где он прямо пишет, что это не НОМ, он ни в коем случае не НОМ принимает. Опять же в главке ОМОМ, во втором здании тоже встречается трансцендентальный объект. И в основном и все. Вот три опасных, даже два с наполняющих места, где вылезет трансцендентальный объект. И так мы понимаем, что трансцендентальный объект в Лагнеон-Омом, и самое главное, трансцендентальный объект это тот, это фактически объект науки. Да? Ну объект науки. Да? Вот это... Чего-то как-то объектов много. Вещь себе, новым, трансцендентальный объект. А новым, ну а просто мы все равно говорили о вещь себе, о трансцендентальном объекте, а новым тогда что? Вы мне объясните, как знают такие Канты. Сейчас. Вот я бы хотел насчет трансцендентального объекта... Я так говорю, из ваших цитат о трансцендентальном объекта понял его совершенно нерутим. Не как звезды, не как ничтой новой. Так. А понял я его следующим образом. Вот перед нами есть явления. Явления нам даны как таковые. Но мы, в силу нашей собственной природы, мы нужны мыслить, что за ними, за ними стоит позади что-то другое. Этот, то, что позади них стоит другое, называется трансцендентальным объектом, но не есть некая действительность. Он есть некоторые требования, собственно, нашего разума, его конструировать, и ничего более. То есть это такая трансцендентальная иллюзия, по сути. Потому что это не звезды, ничего. Тут просто мы вынуждены воспринимать мир так, как мы воспринимаем, и при этом восприятии у нас возникает много всевозможного шлака. И вот такой шлак трансцендентальный объект, потому что мы вынуждены его полагать. Кто-то со мной не согласен с такой его трактовкой. Эта трактовка абсолютно соответствует аутипично Канту. Просто я хочу подчеркнуть, что в этой трактовке подчеркивается, что трансцендентальный объект, этот объект именно вообще. То, что... Вообще-вообще. Именно вообще. Да, представляете. Но это же... То есть и не звезда, и не это, и не что другое. Это вот некая такая иллюзия, которая требуется для согласования нашего внутреннего опыта. Мы вот берем себе и друг друга. Но это ни в коем случае не звезда, и это можно трактовать, как пишет Кант, и конкретно. Понимаешь, да? Вот это научное представление об истории. Это и есть трансцендентальный объект. Понимаешь? Это и есть объекты нашего чувственного восприятия. Это то, что мы, поскольку мы имеем представление о чувственности... Что нас официрует? Давайте ответьте на главный вопрос. Что официрует наши чувства? Что не официрует? Подожди, секунду. Трансцендентальный объект по определению это то, что не официрует. А то, что мы полагаем. Ну, поскольку вот... Я же вас спрашиваю не про трансцендентальный объект, а что официрует, чтобы выяснить вопрос. Что нас официрует? Вот и раз чувственность это воскривающаяся, да, Кант пишет. В отличие от мышления, мышление спонтаненции, мышление и свобода. Так вот, что нас официрует? Что дается нам? Что именно? Нам дается материя чувства. Ну, так а что? Откуда она берется? Что такое материя чувства? Откуда? Это чисто воззрительный вопрос, который решается введением понятия ноумена. Большой был. То есть, нас официрует ноумен. Все-таки вы... Это нехорошо так говорить. Но я тоже думаю, что совсем нехорошо. Очень нехорошо говорить. И вот я хотел бы... Я до конца просто не убежден, что все правильно восприняли трансцендентальный объект. Да, вот Игорь совершенно правильно все-таки сказал. Но это... Вот как пишет Кант. Вот там уж он сказал. Таким образом, можно сказать, что действительные вещи прошедшего времена данны в трансцендентальном предмете. Вот эти трансцендентальные предметы. Это некие абстракции. Я же понимаю, что Игорь на меня... Вот это... Моё чувство настифицирует. Ну вот, атифицирует. Вот я его касаюсь, да? Ну я же знаю, что это представление, блин. Да, конечно. Понимаешь, да? Но я... Вот у меня там трансцендентальный объект. Я полагал. Это мой предмет. Вот я ученый, я его исследую. Режу. Все такое... Да. И потом составляю представление. И представление в истории составляю. Вот как при этом не улучшили трансцендентальные объекты? Трудность здесь вот какая-то, что всякое представление требует... Должно быть построено на основании форм чувства. На основании пространства и времени. А если речь идет о таком трансцендентальном... То есть можно ли по поводу этого трансцендентального объекта, который нам дан не в формах чувственности... Так... Отлично. В том-то и дело, что трансцендентальные... Нечувственная причина этих представлений совершенно неизвестна нам. И потому мы не можем созрицать ее как объект. Созрицать не можем, но она есть. Впрочем, чисто упостигаемую причину явлений... Правильно. Только она есть, эта причина, или ее нет? Совершенно верно. Вы подожди. Дело же неважно, что сердцаем мы ее или нет. Мы ее предводим. Впрочем, чисто упостигаемую причину явлений вообще мы можем называть трансцендентальным объектом. Да, мы сколько угодно можем назвать. Это есть объекты науки. Я, кажется, понял. Это все в этом мире происходит. Вот в этом мире. Трансцендентальный объект – это не вещь, не где-то там. Это все в этом мире. Если вещь себе согласно Кампу непознаваемая, то, естественно, все происходит в этом мире. Если она непознаваемая, просто по определению все происходит в этом мире. Нет, нет, здесь и другое. Смотри, речь о том, что представление должно быть построено из трех частей. На основании формы чувства, формы рассудка и того материала, которым мы офицированы извне. Вот кто официрует или что официрует нас извне? Мир. В таком самом... Там называют его разными словами. Нау называют, вещь себе называют. Подожди. Нет, давай остановимся просто, что... Вот сейчас кто меня официрует? Ну ты же меня официруешь. Естественно. Я-то прекрасно понимаю. Но я понимаю одновременно, что ты мое представление. То есть я вещь себе нужен, да? Да не вещь себе, представление. Представление. Ты кромену еще не подоши. Смотри, у нас следующий... Как это происходит? Нету, нету, только это обсуждаю. Проблем офицированности вообще нету. Как это? Ну для нормального вопроса. Проблем офицированности вообще нету. Вот формы шарик, как я говорю, делает меди-медиум. Это означает, что в одном и том же самом акте у тебя-то она материя, то есть медь, как называемая, и форма шарик, которую делают. Но нету никакой меди до нашего опыта. Нет меди, которая официровала бы наше чувство. Она именно, вот самая медь в этот самый момент, она и возникает. Фихтер, когда понимает Канта, опять расшифровывает, он говорит, что в любом нашем акте восприятия существуют три составляющие. Первое, это природная форма чувства, то есть просто в ростанское время. Второе, это, как бы говоря, качество, просто качество, краснота, например, как таковая. Вот нельзя же сказать, что краснота у нас откуда-то пришла и нас чего-то официровало. Вот просто краснота. И третье, это мышление или усуждение об идее. А почему тогда предмет красный, а другой предмет зеленый? Это данность, это данность. Вот откуда это данность берется? А вопроса вот этого даже не возникает. Нет такого вопроса. Весь мир иллюзия? Мир иллюзия. Мир иллюзия. Это разные вопросы. Мир иллюзия. У тебя перед тобой медь. Это означает, что ты можешь задаться вопросом о форме ее шара и на этом основании отличить эту форму, как опиорную форму чувственности, от данности, то есть от материи, то есть, собственно, от меди. Но это не означает, что есть какая-то медь, которая кем-то была во мне восприятия в виде официрована, которая существовала самому. Но есть нечто, что соответствует этой меди, то есть то, что называется вещь в себе, которая в твоем созерцании становится медь. Так вот мне это представляется. Хотя я, может быть, и лучше думаю о кантине, чем он есть на самом деле. Я-то полагаю, что вот именно вещь в себе, она не существует... Ну, не важно. Дело не в терминах. Ну, вы как угодно ее назовите. Дело в том, что есть нечто внешнее официрующее наше чувство. Нету. Ну, вот в этом состоит вопрос. Я пытаюсь это выяснить. Все сидят, иди меня. Есть или нет? Переходим к вопросу, что официрую чувство. Да. Что? Что? Нет, я так прямо сказать не могу. Я могу ответить, только рассмотрев понятие ного. Вы смотрите понятие ного. Можете вещь себе рассмотреть. Спасибо. Между вещами в себе и явлениями сохраняется отношение причин и следствия в том и только в том смысле, в каком без причин и не может быть следствие. Без вещей в себе не может быть явлений. Не, подождите, подождите, подождите еще раз. Согласно Канту, причины и следствия существуют только в мире явлений. И мы понятия на самом деле используем только для того, чтобы, рассудочные понятия, для того, чтобы описывать явления. И понятия, рассудочные понятия по категории, допустим, не имеют права, мы используем их, не имеем права за рамками и возможностями. Согласен. И поэтому говорить о том, что вещи в себе являются причинами явлений, мы не можем, потому что это было бы... Абсолютно. Правильно, правильно. Ну, хорошо. Я зачитал. Кант не может сдавиться от противоречия, которое буквально бросается в глаза. Он применяет здесь незаконную одну из категорий рассудка причины с подтверждением к вещам в себе. Вот это, в общем, вчерашнее мое упражнение, когда я цитатуировал разными, вот это расхожее мнение, оно повторяется в разных вариациях по отношению к Канту, да? И очень резонно возразил Канту. Только я возражаю, как бы, даже не вам, я просто показываю, что псилоцопиканта не последовательна во многих пунктах, в частности здесь. А мне кажется, что последовательна. Значит, я очень внимательно почитал про Ноумен за пару дней, да? Нету, вот там, где есть причина, нету Ноумен. Но, это не причина. Ну, хорошо, что такое Ноумен. Причина. Ноумен, это не тарелка, не кастрюля. Так вот, когда Кант заводит речь и причина, это никакая трансэнтальная вещь. Ну, конечно, конечно. Когда и Кант говорит о Ноумене, не раз. Так, А Ноумен, да что такое? Я просто, видите, не читал Канта так далеко, и глубоко по всей дне. Да, да. Так вот, обычно это путается, да? Как Кант вводит понятие Ноумена? Понятие Ноумена и в первом издании, и во втором вылезет стандартно, как некое противопоставление понятию феномен. Есть феномен, есть Ноумен. И вот только из этого исходит Кант. Причем, в первом издании, в главке о Ноумене, когда он пишет о Ноумене, о ум постигаемом, да? Волеет понятие ум постигаемого мира, интеллектуальной интуиции, там нет, насколько я помню, указаний на то, что это невозможно. То есть, как бы, вот да, вот есть чувственное созерцание, есть умственное. По крайней мере, в той главке, которую я черпал, нет, видимо, тут в другом месте. То есть, естественно, во втором издании, там четко обозначено, что это было бы и прекрасно, иметь его постигаемый мир. Но это невозможно, мы пока это не можем остановить. Значит, Ноумен отличается от трансцендентального объекта, что, во-первых, тем, что невозможно говорить о какой-то причине, да? Это просто проблематизация, говоря, современным философским языком. Это же употребляет икант. Я называю проблематическим понятием, которое не содержит в себе никакого противоречия, находится в связи с другими знаниями, как ограничение данных понятий. Но объективную реальность, которого никоим образом нельзя познать. Понятие Ноумена, то есть вещи, да, в себе, которое следует мыслить не как предмет чувств, а как вещь, существующая само по себе, исключительно посредством чистого рассудка, не заключая в себе никакого противоречия. Только к отчувственности нельзя утверждать, будто она единственного возможных способ созерцания. Далее, это понятие необходимо для того, чтобы не распространять чувственных созерцаний на сферы вещей самих по себе. Вот этих вот. Следовательно, чтобы ограничить объективную значимость чувственного познания, ведь все остальное, на что распространяется чувственное созерцание, называется нормами именно для того, чтобы показать, что образ чувственного познания простирается не на все, что мыслится рассудком. То есть нормами — это иное слово для вещей в себе? Нет. Ну как, только что прочитали? Только что прочитали, совсем противоположные вещи. Ну а что именно? Что такое нормам? Просто нормами — это то, что не дано, как феномен. Просто мыслится, а не воспринимается. А вещь в себе дана, как феномен? А вещь в себе — это отрицательное понятие. Ну а нормами? Хорошо. А нормами нет? Там просто есть дальше. Позитивный нормами и отрицательной нормы. Всю же возможность таких ноуманов усмотреть нельзя и вне сферы явлений. Все остается для нас пустым. Иными словами, мы имеем рассудок, проблематически простирающийся далее сферой явлений. Но у нас нет такого созерцания. И мы даже не можем составить себе понятие о таком возможном созерцании, благодаря которому предметы могли бы быть даны нам вне сферы чувственности. А рассудок можно было бы применить за ее пределы. Следовательно, понятие ноумена есть только демокрационное понятие, служащее для ограничения привязания чувственности, и потому имеющее только негативное значение. Поэтому деление предметов... Ну, что Игорь говорит, вещь о себе имеет негативное значение. Ноумен точно так же имеет негативное значение. И дальше, если прочитать, то мы где-то даже через запятую пишем вещь о себе, или даже скобки ставим там где-то в конце. Ну, просто другое понятие для вещей о себе. Просто тут и указание на то, что просто после исследования, что вещь о себе есть нечто умопостигаемое. Или умопостигаемое, в смысле, есть возможности интеллектуальной интуитики. Если бы было у нас такое созерцание, когда непосредственно... Подождите, вещь в себе ее понимает у Канта как нечто, что официрует чувства. Да, да. Поскольку у Канта говорит, что эта ситуация неправильная, то к этому и понятию вещь в себе для Канта можно отнестись только к отрицательному образом. Он же все-таки философ, поэтому полагаю, что нет такой... Отрицательным образом он может отнестись только в смысле того, что она непознаваема. Ну, вообще, я вообще это неправильная речь. Это... Канта проблема-то какая? Он хочет, чтобы было узнание... А наумен, мне казалось, мне показалось из текста. Ну, например, беру я, воспринимаю какое-нибудь вот число, например, 5. Вот он будет наумен. Не будет наумен, он даже. Он же не феномен, но наумен. Ну, у Канта тебе и наумен относятся как противостояние. Не, может, я не прав просто. Может, я же читал уже так-то руку. Идет, это понятие. Ну, вот да. Ну, вот имение число 5, оно как таковое, вот это чисто мыслимый предмет. Наумен или нет? По Канту нет. Не так, да? Это ни в коем случае не вещь сама по себе, как вот неким постигаемым, то есть даже мазетимый предмет. Еще раз, понятие Номена, взятое в чисто проблематическом значении, остается не только допустимым, но и необходимым как понятие, указывающее пределы чувственности. Но в таком случае оно не есть особый вам постигаемый предмет для нашего досуга. Такой рассудок, который он подлежал бы вам постигаемому... А, тогда, значит, прав, прав. Была прав тогда. Действительно, это чисто отрицательное понятие, да? Да. Была прав. Чисто отрицательное понятие. Чисто отрицательное понятие. Я вам больше скажу, и трансцендентальный объект, и вещь себе, и Номен, это заодно и опера, это заодно и... Вот по трансцендентальным объектам я этого сказать не могу, не кажется. Он тоже так же отрицательный. Нет, он... Это... Слово... На это указано слово «трансцендентальный». А, отрицательный. Он абсолютно положительный. Ну, Номен, казалось бы, тут же сказано было, только что прочитано, что Номен устанавливает пределы нашего рассудка и пределы нашего чувственного восприятия. Ну, я просто могу просто изобразить схему Канта воображаемую, да, из которой все вот эти слова просто можно изымать, да? Каждый раз просто... Потому что мы читаем слова, да, а надо увидеть в этих словах смысл. Просто которые на разные термины постоянно проигрывают. С трансцендентальным же объектом там и не так. Там же имеешь дело с пространством и временем, но ты их схватить как таковы не можешь, потому что их тоже должен был схватывать в пространстве и времени. Поэтому ты начинаешь измысливать некоторые вещи. Это и есть трансцендентальный объект. Вот ты ее измысливаешь. То есть она необходима для восприятия. Вот она некая такая иллюзия, которая вас необходима для восприятия. Но можно сказать в этом смысле, что в определенном смысле ты и прав, потому что, возможно, такая ситуация, когда ты смотришь на мир и измысливаешь себе некую вещь в себе, которая типа тебя чего-то официруешь. В этом смысле ты прав, конечно, что трансцендентальный объект и вещь в себе, Это в этом смысле такая подобного рода иллюзия. Но ведь для него все-таки трансцендентальный объект обладает определенного рода содержательностью, в отличие от вещей в себе. Вот там полуну же в этом месте было. Ну конечно. Полуну в этом месте было. То есть он с содержательностью был. Чем отличаются просто объекты на нашем опыте, феномены и трансцендентальный объект? Расскажите, в чем отличие? Нет, объекты. Есть просто феномены, просто объекты, которые расположены в нашем опыте, да? Да, да. Вот они здесь и сейчас. И есть трансцендентальные объекты. Вот в чем разница? Феномены это только то, что здесь и сейчас. Вот сейчас я имею феномен, да? Да? Но если я хочу описать эту ситуацию, я уже должен буду варить понимание какого-то трансцендентального объекта. Что вот, ну могу эти объекты назвать по именам, отнести их в будущее, там, в прошлое, могу с ними манипулировать как хочешь. Это то, от чего я получил воздействие. Дождите. Кто воздействует? Вы сначала, на вас воздействуют не феномены на ваше воздействие, феномены это же итог, результат. Да. А что на вас воздействует? И вот сейчас мы приходим к самому интересному родному. Кто на меня воздействует? Ну, конечно, представление. Ну, получается, у вас самоофицирование. Вы каждый раз скатываетесь к самоофицированию. То есть мы сами себя официруем. То есть мы находимся, как вы говорите, в матрице, да? Да. Но это не Кант. Это все, конечно, здорово, но это просто не Кант, это Верхний можно назвать. Еще кого-нибудь. Потому что вот у вас мир фантазии, понимаете? Это самоофицирование, это фантазия. Мы сами себя официруем. Когда мы фантазируем, мы сами себя официруем. Почему мы сами себя? Потому что фантазия. Не для себя, а ты меня. Ну, если есть Я, значит, это уже не фантазия, и значит, нет самоофицирования. Значит, есть нечто, что официрует вас. Есть мир, действительный мир. таков, что разные люди меня официруют. Нет, у вас как-то странно. Еще раз. Я там с нами могу быть в Одессе. Еще раз. Я являюсь результатом и продуктом некой предыдущей ситуации, на которую вас кто-то официровал. Не я вас официрую, а я уже продукт официрования. Результат, конечный итог. Опять, давайте поставим... Когда пространство и время вкупило... Вот у нас есть представление. С этих вопросов начинал КАН. Он построил свою систему, в которой, ну только что было зачитано, что весь мир, это мир наших представлений. Правильно. То, что мы называем внешним, оно не познаваемо, поэтому о нем можно не говорить. Все есть в наших представлениях. Только, тем не менее, этот потусторонний мир, он есть тем способом, что благодаря нему, благодаря его материи и вообще наш опыт является объективным, а не просто субъективным. А иначе было бы просто самоофицирование, некая фантазия. Почему же самоофицирование? Ну потому что, если меня официрует мое представление, оно же тоже мое. Получается, что я сам себя официрую. Там по поводу представления сказано, что это имеется в виду, здесь под представлениями, это пространство и время. Под ними является. Тут то и только. Все, что находится в пространстве и времени, это есть мир нашим. Просто только вы одно вспомните, что пространство и время это есть мои формы, которые... Но до этих форм существовало нечто, и в опыт вступило, чтобы мои формы могли их сформировать, оформить. Да, такая точка зрения. А вот у нас передо мной есть медь, и я в этой медь и понимаю, что есть форма шара. Теперь я понимаю, что на меня воздействует. Мне воздействовала самая форма шара, допустим. Теперь мы эту самую форму что получаем, чтобы родить трансцендентальный объект? Мы эту форму шара должны положить как таково объективно? Кажется, да. Но это невозможно. Объективно положить ни в форму шара, ни в полное время. Тогда она нас задает попытка такую сделать, некий новый иллюзованный объект, который будет называться трансцендентальным объектом. Вот так я ситуацию понимаю. Теперь. Понимаете, да? То есть нет у тебя вещи в себе, допустим, вещи в себе это иллюзия, да? Теперь в сякий раз есть медный шар, но я как-то... Кажется, ты каждый раз спадаешь в идеализм, в котором вообще ничего нет, а есть только я, да? Я не в идеализм впадаю. И как бы мои представления. Просто говорю, что передо мной есть медный шар, но я в нем рефлективными усилиями в состоянии отделить форму от, собственно, медного шара. Не меди откуда-то, форму отделяю от медного шара. Поэтому никаких вещей в себе нет. Внутри форму отделяют формы от медного шара в форме меди. Вот я и так ее отделяю. Теперь я пытаюсь эту самую форму, вот чтобы я пытаюсь в той ситуации справиться, теперь я пытаюсь эту самую форму отрефлектировать и удержать... Пространство объективное или нет? Нет, конечно. Ну, а как тогда ты... Как ты что-то, от чего-то отделяешь? Ты отделяешь это все в воображении. Ну, вот именно. Но вот, когда я пытаюсь эту форму удержать как форму, то у меня возникает трансцендитальный объект, я так понимаю. Не, ну пускай, это же вопрос теремина. Допустите, трансцендальный объект так вот. Можно так вот теремин пригребить, честно говоря? Но это несущественно. Существенно, что нас официрует? У нас же постоянно остается вопрос. Если ничего такого внешнего нет, что нас официрует, то тогда на все превращается в фантазию. Не фантазию, не фантазию, потому что у тебя в том же самом месте форма шара, например, у тебя красный мид, вот это самое красное, вот это чувственное качество, оно у тебя, хоть и дано в акт восприятия, но понятно, что оно не, собственно, не имеет отношения к форме. Игорь, ты не прав. Почему? Официрует именно трансцендитальный объект. Кажется. Это кажется, что нас официрует трансцендитальный объект. Кажется. Ну, естественно, кажется. Мы же должны себе как-то это все объяснить. Мы знаем, что вот это представление, да? У нас должно тоже что-то официровать. Вот оно одновременно является для меня явлением. Хорошо. Вопрос следующий. Либо была права действительно трансцендитальный объект, ой, трансцендитальный объект, и вещь себе это одно и то же. Либо я пытаюсь придумать другой ход, когда форма как таковая, удерживаемая в рамках инферсии, порождает трансцендитальный объект, и тогда трансцендитальный объект отличается от вещей в себе. Так он по-любому отличается от вещей в себе. Так все-таки отличается, но каким образом? Тем, 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 что говорю, что мы форму чувствов рефлектируем в самом себя. Вот я так полагаю, что-то. Вы можете спросить, что я понял. Во-первых, трансцендитальный объект... А вы пытаетесь сподлить меня, а сбо оно там серединизировалось постоянно? Вы говорите, что это одно и то же? Нет, ну сначала ты рассказал очень правильно, а потом куда-то съехал. И куда съехал, я часто в районе понял. Но трансцендитальный объект находится здесь и сейчас с нами. Причем это нечто наше вымышлено, мы это представляем. Трансцендитальный объект это не то, что мы видим, а то, что мы представляем как причину вот этого явления. Но с необходимым образом. Ну, с необходимым образом. А? Но с необходимым образом. Не случайно, но с необходимым образом мы его построим. Не произвольно. Вот это не подходит необходимость, это облегчает нам понимание. Була спрашивают, а кто нас? Вот в этом мире, кто? Ну у меня шарик вот этот вот. Ёжик меня официрует, да. Ну вот же есть мое представление. Но Ёжик-то в этом уровне. Ну вот это же ерунда. Ну, Бладкий, ты знаешь, что за Ёжиком есть какой-то настоящий Ёжик, а... Трансцендентальный объект, конечно, который... Который науку. То есть это же будет вещь-вещь себе, когда он делается. Это трансцендентальный объект. Так вот посмотрите, в чем дело. В чем особенность трансцендентального объекта? Потому что трансцендентальный объект, вот я понял, всегда мыслится форме пространства и времени. Вещь себе. Никогда не мыслится форме пространства и времени. Никогда не мыслится. сколько же раз. Да. Именно это. Трансцендентальный объект, это то, что причина. А новым не может быть причиной. Но новым это новым показаться. Из нового именно пока. Да. Хорошо. Вещь себе. Причина. Вещь себе. Я, грубо говоря, я сказал, это объект науки. Вот мы изучаем. Вот мы... Я же понимаю, что может быть я сейчас пьяный, и вот поэтому мне фиолетовый кажется, а на самом деле он зеленый. Мы следуем это. Я за утром про трезвей. Посмотрю снова. Но я знаю, что за этим стоит некий трансцендентальный объект, который соответствует на мою чувственность. Ну вот так. Объективная наука об этом скажет больше, чем вот я сегодня. Ну хорошо. О прошлом, о будущем этого трансцендентального объекта. Но он, трансцендентальный объект, находится в нашем действительно... Тогда просто объекты в области тогда, это кто такие? Просто объекты. Феномены. Предметы, феномены, это что такое? Феномены. Вот есть у вас трансцендентальный объект, вы в руках держите, а все остальные объекты, это что такое? Нет, нет, это его как не трансцендентальный. Без слова трансцендентальный, все остальные объекты. Но вам не за чем задаваться этим вопросом. Это просто... Да нет, дело же в терминологии. Вопрос же терминологический. Вы придумали, что трансцендентальный объект таков, а остальные объекты просто нетранццендентальные. Да какие? Ведь должна быть разница между трансцендентальный объект и просто объект. Или нет разницы по-вашему? Есть, объясняю. Есть. Это есть явление для меня сейчас и сегодня. и это есть объект, то, что я вижу и предмет. Как я его сейчас представляю, да? Но я же знаю, что вот это... Я уже понимаю, что это мое представление. Да? А если есть представление, явление, то должна быть причина. И вот причина этого является... Есть трансцендентальный объект. Именно. Он может быть совсем не фиолетовый. Он для меня фиолетовый, потому что вот я вот в таком самочувствии сейчас нахожусь. Понимаете, да? Это просто то, что вы говорите, действительно, это просто ищи себе. Другими словами. Ну, а скажите, почему это просто объект? Транццендентальный объект, он... Вот феномен, явление, это здесь и сейчас. Только, да? Вот я вижу. Я же понимаю, что у меня что-то должно еще быть причиной того, что он... вот такой, пупырестый и прочее. Мне кажется, это сейчас. Это мой феномен. Это мой феномен. Да? Он еще есть в этом же мире сам по себе. Не ноумен там вещь в себе, а в этом мире сам по себе. Он в этом, как объект исследования науки. Это есть... сам по себе два раза звучит. Один сам по себе по отношению к этой чувственности, а второй сам по себе внутри опыта. Я бы так сказал. У тебя есть трансцендентальный объект, это трансцендентальный объект, и есть трансцендентный объект. Так вот, трансцендентный объект это вещь в себе, а трансцендентальный объект это вот тот шарик, который сам не осуществует. Почему вот как-то не воспринимается... Разница между трансцендентальным и трансцендентным объектом. Это трансцендентальный объект как объект науки. Вот я не могу понять. По-моему, это очень подходит. Вот есть некие объекты, которые изучают наук. Вот давайте изучайте этот ежик, и это будет для вас трансцендентальным объектом. Хотя для каждого он есть некий конкретный феномент здесь и сейчас. Понимаете? То, что вы будете изучать, оно же для вас сейчас именно эту церковь. То есть иначе где-то там сцентральный объект и просто объект, это одно и то же. Ну, в принципе, да. Ну, а что тогда? Ну, как объект науки? А защита это слово трансцендентальный. Ну, объект и объект. Объясняю это. Потому что Кант говорит, что все есть наше представление. Ну, и хорошо. Вообще, что в этом? Вот должна быть причина этих представлений. Ну, и какая причина? Вот она, трансцендентальный объект. То есть у вас опять самоофицирование, что ли? Вот я никак понятия не могу. Причина представления, если мы различаем наши формы, да, и мир сам по себе, они находятся вне наших форм. А вы говорите, что причина почему-то внутри нашей формы находится. То есть внутри нашего опыта, который является дан в пространстве и во времени. Понятное дело, что внутри опыта мы можем установить пространственно- потому что у Александра есть какой-то план, с чего начать, чем закончить. Поэтому ему карты будут внуки. Я только хотел тут прореагировать на произошедшее разделение вещей в Сибири, «Ноумина» и «Трансцендентального объекта». Вот «Трансцендентальный объект» мне не очень пока понятная мысль, в чем он состоит. Потому что, если я верно понимаю общее намерение, в каком Александр привлекал «Трансцендентальный объект», как «Объект науки», то, видимо, это сугубо умозрительный объект, который выступает идеальным полюсом в научной деятельности. То есть это некоторая концепция сугубо умозрительная, которая выполняет свою служебную роль в рамках научного познания. Небольшая поправка. Это не мое положение. Карт об этом пишет прямо. «Трансцендентальный объект опыта». Но тут вся штука в том, что как это понимать. Если понимать так, как вы предлагаете, что это именно объект научный, тогда я понимаю, как это, в принципе, может быть связано с заходом через Миясу, но тут вы и сами прокомментируете. Я только хочу сказать, что если Кант действительно что-то похожее думал, то тут есть трудность, которую надо как-то прокомментировать и, может быть, понять, на мой взгляд. Она состоит в следующем, что по Канту есть общее определение, что есть мышление, что происходит, когда мы мыслим. Происходит соотнесение логических форм с чувственными формами. Вот и все. Поэтому он всегда говорит, что попытки мыслить только умозрительные предметы обречены на неудачу. Потому что мышление – это всегда соотнесение мысленных форм с чувственными. Если мы говорим, что есть предмет, который не включает в себя никаких чувственных форм, а только мысленность, то это мы говорим обракодабру, и такое мышление невозможно. На мой взгляд, это Кант как бы какую-то догматичность демонстрирует довольно странно. Но в рамках его системы, по крайней мере, он в разных местах критики чистого разума последовательно эту мысль проводит. И эта мысль, она стоит как бы на пути понимания трансцендентального объекта в качестве объекта научного. Это у меня как бы метка номер два. Метка номер два по поводу различия вещей в себе и наумена. Ну, я все-таки склонен считать, что отождествление вещей в себе с науменом это погрубление плечом весьма сильное. Смотрите, речь о вещи в себе идет в тех местах, когда идет рассуждение достаточно с внешней точки зрения. Это либо в начале философского движения, либо в любой момент, когда он говорит о совершенно внешней точке зрения по отношению к его философским результатам. Почему? Потому что само слово, сама концепция вещи в себе предполагает допущение некоторой вещи в каком бы то ни было смысле, некоторого чего-то, допущение чего-то осмысленного за пределами моего познания. Тогда как? Допускать, конечно, можно, но это абсолютно голое допущение. Это самая бедная абстракция, которая может быть, потому что больше ничего мы про эту вещь сказать не можем в принципе, и в сущности не очень понятно, на каком основании мы будем утверждать, будем предполагать, что вещь в себе там существует. Поэтому, когда он переходит к ноумену, ноумен действительно выполняет такую функцию демаркационную, он отграничивает область того, где мы можем действительно познавать, а той области, где мы познавать не можем. Но, смотрите, здесь можно это графически было бы представить следующим образом. Введение фигуры вещи в себе есть способ обозначить эту границу между познаваемым и непознаваемым со стороны того, что непознаваемым. Вот эта фигура, она просто стоит на той стороне и устанавливает тем самым границу. Тогда как? Если мы последовательно развиваем точку зрения Канта, мы должны понимать, что введение такой фигуры глубоко проблематичной. И нам следует эту же самую границу между познаваемым и непознаваемым провести не со стороны непознаваемого, а со своей стороны, со стороны познаваемого. И вот концепт Нумина выстраивает эту границу, но с нашей стороны. Поэтому, если угодно, все, что объединяет вещь в себе и Нумин, это вот эта граница, но они по разным сторонам этой границы. Простите за пространственную метафору. Но в данном случае этот концепт, он как бы выстроен таким способом, что отделить зону познаваемости изнутри самой познаваемости, но не снаружи, как это делает вещь в себе. Вот это у меня были рематки по ходу сегодняшнего чтения и обсуждения. Они, я не думаю, что я здесь как-то с вами расхожусь, но мне показалось важным это расставить такие акции. Спасибо. Мы рассудимся все же. Я не совсем уловил, может, это обсудим с самого начала, каким образом происходит разграничение по ту сторону и по эту сторону, новым, прежде всего, и вещи в себе. Я так всегда понимал, что разграничительной чертой с нашей стороны является материя чувств. Только единственное то, что появляется в сознании. Первое это материя чувств. А ноумен как раз то, что не познаваемо, то, что находится за этой границей, за границей материи чувств. А материя чувств это ноумен это то, где находится не отформатированный совершенно некий материал, некая объективная реальность или реальность там с большую букву абсолютно непознаваемо для нас. А то, что для нас познаваемо начинается с материи чувств. Это термин Канта, которое надо заметить сразу же форматируется отверганными формами сознания нашей чувственности. поэтому о чистоте форм в созерцании, хотя об этом Канн пишет, это некая абсцерция. В общем-то, говорить проблематично. как это доказывает по-вашему возможность математики естественной? Как раз доказывает это и опираясь на то, что возможна чистота формы. Возможна чистая форма пространства. Да, она возможна, она как бы им долагается, но это не то, что, допустим, кто-то из нас может достичь в созерцании чистоты этих форм. Потому что представить себе человека в нечувственной материи, это как-то сложно. Вот. Это разве что век. Просто некое воображаемое пространство, да. Ну, хорошо, значит, к новому, может быть, я еще вернусь. А первое замечание о осознанте трансцендентального объекта. Вот мне уже я сейчас поразмышлял, но как-то странно, что это не совсем воспринимается. Значит, еще раз, трансцендентальный объект это то, что есть, существует, то, что нами представляется и полагается в нашем мире. не где-то там, за границей, а именно в нашем действительном мире. Это то, что мы представляем для удобства собственного ориентирования по этому миру. Трансцендентальным объектом Кант о нем говорит вояк. Во-первых, это причина нашей чувственности вообще. но еще повторяю, мы находимся в нашем мире и Кант между прочим философствовал вот в этом нашем мире. Он прекрасно понимал, что ежик на меня воздействует. Он естественным образом. И вот это для меня феномен. как следует из логики Канта уже окончательный. Это феномен. Все в моем сознании. Но причина должна быть. Так вот я представляю, что объект вообще, который стоит, чтобы не было. Элементарно для этого. Это во-первых. Это первое представление о трансментальном объекте. Второе, которое недавно я зачитывал, это трансментальный объект как объект опыта. и он уводится к Канту именно рядом с рассуждениями о чистом научных вещах, обопытных вещах о луне, о звездах и прочее. То есть некая абстракция, которую мы полагаем, которая воздействует на наши органы чувств или на приборы и которые о котором мы составляем понятие. Научное понятие. часть объекта, которую мы можем изучить? Да. Нет. Трансментальный объект это то, что предмет изучения. Объект изучения наукой вот трансментальный объект. Ну, три феноменализатора. мы же все внутри совершенно верно. Внутри феноменального объекта. Просто как бы есть два же уровня причинности. Есть причинность смысле как бы афиксироваться, чувства. И есть причинность внутри того, как мы связываем феномены. То есть, какая причинность имеется в виду? Внутри как бы феноменального мира есть причинность. Разные феномены мы друг другом как-то связываем. Это одна причинность. А другая причинность она носит метафизический характер. Какова причина того, что мы видим данный феноменаль. Как он образуется? Как он возникает? Сейчас в нашем феноменальном мире в нем находился Канн. И он рассуждал именно в нем. поэтому но когда в результате своих рассуждений построение своей картины мира он пришел тому, что все предметы все явления лишь наше представление для этого ему понадобилось ввести понятие трансцентального объекта. Но оно совершенно четко коррелирует со всем хорошо знаком понятие предметов научного познания. Для того чтобы объяснить вещь в себе и трансцентальный объект как становится? будут трансцентальным объектом. есть такое представление люди в этом юге вещи в себе да хорошо мы приходим к веще в себе ваше то самое Сергей Катричко о которой я вначале говорил вот якобы считают что трансцентальный объект это есть нечто расположенное между вещью для нас и вещью в себе для этого он привлекает представление еще Фредди который считал что трансцентальный объект у Канда это есть как бы образ звезды на линзе телескопа вот астроном смотрит на звезду она как бы вещь в себе да для нас там глазом просто невидимая в телескопе образуется изображение на линзе да потом уже так и представление уже у самого астронома что для него является вещью для него вот якобы трансцентальный объект это образ явления они как бы во времени даны в виде некой череды некой последовательности но для того чтобы как бы вневременно какой-то объект нам нужен некого рода синтез и мы объединяем многие феномены в некий новый объект который называем трансцентальным объектом это объект синтеза многих представлений мы можем рассматривать вещь в профиль с одной с другой с третьей ибо феноменов это совершенно верно это еще больше чем абстракция больше чем объект синтез предмет научного рассмотрения с одной стороны объект синтеза наших предыдущих представлений с другой стороны мы представляем что это все же нечто больше чем синтез наших сегодняшних представлений именно это совершенно верно и есть трансцентальный объект а вот то что Катричко говорит это по-моему какая-то трансцентальный скромно не соотносится по-моему Катричко и Фрега тоже самое говорит насколько вы высказали что трансцентальный объект находится между вещью себе и нашим представлением совершенно вбок и и не это представление нашего мира есть представление у меня одного второго третьего десяти человек всего общество есть представление и они объединяются в нечто что можно было бы назвать объектом уже для всех всеобщий Этот трансцендентальный объект – это такой всеобщий объект, который значит для всех, а не только для меня – в моём представлении И он лежит действительно между submarines и моим представлениям Моё представление всегда субъективно, это некий трансцендентальный объект Он уже действительно является чем более объективным Чем только чисто моё представление личное Оно действительно лежит между, если так уж пространство, то метафору здесь и высказывают, между моим представлением и вещью в себе. Да, но это в том предположении, если считать, что вещь в себе, как некое представление, может найти некое место в философии Канта. На самом деле, в философии Канта вещь в себе, она никакого представления не находит. Как я уже, так сказать, имел возможность... Как Игорь, вы говорите, что нет никакой вещи в себе у Канта? Вещь в себе это понятие только исключительно вот такое чисто педагогическое, с одной стороны, с другой стороны, вот как я написал, там оно предохраняет как шок осознания массы. А в чем заключается шок? А шок заключается в том, что философия Канта, это есть философия матиц, один к одному. Единственный непротивлечивый взгляд на эту философию, он в этом и заключается, в философии матрица. А вы философию Беркли знаете так примерно? Примерно, да. Ну вот о чем отличается философия Канта от философии Беркли по существу? То, что у Беркли то же самое. Ну вот, все наше, весь мир, это есть состояние моих чувств. И что? Тоже того, определенного рода матрица, которая мне навязана там абсолютным, там, или керкалом. Почему матрица все такое? Ведь матрицы стоят под матрицей, потому что я не понимаю, не то, что чисто вы. Матрица, когда у тебя есть одна реальность, а ты находишься в каком-то другом состоянии, например, где штаны не подведены, или компьютер. Воображаемые, воображаемые реальность. Или к тебе не обязательно воображаемые, или ты со всех сторон облеплены мониторами, терминалами, тебе кажется совсем другая реальность, что есть на самом деле. То есть, казалось бы, представление матрицы, говоря уже философским языком, это различие между двумя содержательностями. Между содержательностью настоящей и содержательностью кажущейся. Так ведь? Так, казалось бы, ничего дальше от кантовской точки зрения. Почему матрица? А правду вчера почему матрица? Так и действовало, чтобы доказало кадру то, что есть реальность. Да, но получается, что у трансценитального объекта же нет никакой содержательности, которая прямо противопоставит содержательности явления. Нет у них содержательности. Так трансценитальный объект находится на нашем этаже. Это наш мир. Да, поэтому у него нет никакой трансценитального объекта некой содержательности, именно содержательности, в смысле чтойности, а у матрица она есть. Она есть. Так это и есть новая. Значит, получается, что разговоры к Антону очень далек от прострадания матрицы. Почему? Трансцентальный объект находится вместе с нами. Он представляется нами в этом мире, существующем. Да, для нашего удобства, посмотрите, ноумы находятся вне ошибки. Это не есть наш мир. Это то содержание, это тот материал, который в виде материи и чест поставляется в наш мир. С одной стороны. А с другой стороны, да, то, что задает нам форму восприятия поставляемой материи и честа. Я понял, что все-таки мы с Гладом сравнили. Он не сумеет. То есть вы тоже говорите о некотором объекте внешнем трансцендентном, фонтальном трансцендентном, который официрует нам чувства. А вы говорите примерно так, как Глад изображает... Ну, как как речка говорит, и как все кантианцы. Ну, некоторые же не кантианцы, типа меня говорят иначе, Игорь говорит иначе. Могло ли говорить, что он официрует... Вот смотрите, что Игорь сказал. Игорь сказал, что есть некая граница. То есть у нас есть восприятие, и мы эту границу, границу между иммунентным и трансцендентным, можем конструировать двумя способами. Со стороны трансцендентного, тогда это будет вещь в себе, и со стороны иммунентного, тогда это будет оказовано наоборот. Да? Трансцендентальный объект к этому не имеет никакого отношения, это совсем другая вещь, да? Мы только, казалось бы, в этом не договорились. Но обратите внимание, что в представлении Игоря о канте нету принципа официруемости. То есть этот самый предмет, он только подразумевается в качестве некоторой границы, но он не является причиной, не является никаким-то настоящим миром. Ну, как и должно быть стоящее философа. То, что принципиально абсолютно трансцендентно, то и немыслимо, а значит, для философа он существует. Мы не можем ничего сказать о существовании, совершенно верно. Значит, нет и матрицы тогда. Матрицы-то нет. Почему? У братьев и у братьев и у братьев. Как раз, если что-то говоришь, как раз, наоборот, матрица-то есть тогда, и все воображаемо. Все воображаемо. Что значит так? Ну, если нету... У братьев и сестер Бачевски, у них можно, значит, приходить не в некий объективный мир. Вот то один мир, то другой. То слово, то другую. Но здесь-то этого нет. С точки зрения Канта, мы не вправе, это нехорошо, говорить о офицированности. Ну, как, ну, ребята, ну, как бы, это же Кант пишет, мы же не придумали это слово. Да. Ну, не говорим мы. Значит, у нас, анализация, это способ восприимчивости нашей души. Именно восприимчивости. Ну. Неких предметов, которые существуют сами по себе, не вещества, существующие сам по себе, а так далее. Способ восприимчивости. То есть мы здесь, на самом деле, подвергаемся некоторому воздействию. И у нас нет никакой свободы, как бы, выбрать. Это педагогика. И это все может быть. Я просто, в данном случае, почему думаю, что пример с Матрицей может быть не очень корректен. Потому что концепция Матрицы предполагает не только то, что в мире есть иллюзия. Там сказано больше, что есть иллюзия, а есть как на самом деле. На самом деле, да. И в это как на самом деле можно пробиться. И раньше не в мире, неформальное, содержательное. Вот в чем интересно. Ну да, то есть в иллюзии я, там, Брюс Ли, уно, иллюзия. Да, передо мной кажется, что мужчина, а на самом деле женщина. Вот это Матрица. Нет, но это с точки зрения метапозиции, когда вы находитесь на верхнем этаже, вы можете говорить про иллюзию и нижнюю. Конечно. Да. Совершенно верно. Но с точки зрения нижних, вы не можете говорить никакую иллюзию. Вы можете утверждать, что это и самый, что ни на есть, ваш действенный мир. Хорошо. Я с этим вопросом согласился. Но важно, что в концепции, допускающей Матрицу, такая метапозиция возможна. Тогда как? Я полагаю, что с позиции Канда нет никакой такой метапозиции. Вот то, что есть, это единственное, что есть. Ничего другого нет. А трансцендентальный подход, по сути, это и есть. Конечно. Рассмотрение вопроса с метапозиции. Нет. Ну как так? Ну в этом смысл трансцендентального подхода. В отличие от трансцендентного. Он не допускает трансцендентное, но говорит о том, что... Не важно, как ты его назовешь, главное, что это... Употребление этих конструкций недопустимо в положительном смысле. Положительно недопустимо. И тем не менее, все равно это метапозиция. Но это метапозиция не открывает тебе другого мира. Она открывает тебе тот же самый мир. Согласен, ничего не открывает. Но она есть. А это принципиальная разница между матрицей и... Это наша фантазия о втором этаже. Это наша фантазия. Конечно, ничего не открывает. Кант творил и написал критику чистого разма, находясь на нижнем этаже. И для обитателей матрицы нижнего этажа он написал. Нет никакого. Да, верхнего, только на этажах никакого. Нет, это что-то нежное. Нет, конечно. Есть ноумы. Он недоступен просто. Но мы ноумы, на которые четко есть два выхода. Чувственная материя, да? И... Вот... Нуменовенный образ нашей души. Да? Ну, и эта тема не затрагивая, и она богатая. Я понимаю, что сейчас... И поэтому, все остальное, что мы говорим, или я условно называю матрицей, конечно, это некая фантазия. Фантазия. Но она вытекает из логики, вот что я хочу донести, из логики критики чистого раза. Это матрица. Это матрица. А матрица неопровержима на нижнем этаже. Ну, поэтому и нет. У матрица можно... У матрица можно... У матрица нету. Потому что если мы всегда... Ведь в чем особенность у братьев и сестер Вачовский там их происходит? Что тебя отключили от чего-то, и вот у тебя настоящий мир. Так вот такого не бывает. Да. Нельзя включить. Поэтому и матрицы здесь не может быть. И у Вачовских... Вот если бы вы вошли и предложили нам две таблетки, вот... И после принятия одной из этих таблеток мы продолжили разговор о Канте, тогда вы были правы. Но это же не так. Ну, тут есть еще один... Нет, может быть, это не есть. Аспект, да? Аспект, да? Кто знает? Может, вы знаете? Есть еще один любопытный аспект на счет матрицы, да? Вот если рассматривать вот эту двумировую концепцию, да? И некое взаимодействие этих двух миров, мы же не можем на самом деле сказать, что нижний мир находится под неким полным... Или только верхние там управляют... Верхние программеры, да? Они вставляют программу некую, да? И нижние просто находятся под управлением верхних. Нет. На самом деле, если вот так вот им нет этого дела, и рассмотреть, какие вам возможны связи, то выявится совершенно четко, ясно взаимосвязь верхнего и нижнего мира. То есть, верхние, да, высценируют, получается, под воздействием нижних. Ну, грубо говоря, если мы рассмотрим нижний мир как некую ритуальную игру верхним программированием, которая занимается творчеством. Для них это некий искусственный интеллект. Они программируют нижний мир, вот. Но он же... Программа — это именно искусственный интеллект, а не просто там... Примитивная игрушка. Он развивает мир сам по себе, да? Верхние программеры — это для них якобы постижение моделирования реальности. Наблюдая за своей моделью, верхние программеры развиваются сами. В этом заключается их творчество, понимаете? Поэтому нижний мир эволюционирует по законам Умаренца, естественно, заложенный в этот мир. Но верхние программеры, они развиваются тоже. Ну, естественным образом, возникает вопрос о верхней программере. А не как нормальной или тоже модели более верхнего мира? И так мы приходим к тому, что существуют... Ключмиров. Вложенные друг в друга, значит, матрешки бесконечные, выходящие в бесконечность. И вот только, мне кажется, вот это единственное, что может логически опровергнуть матрицу, как вот такую конструкцию из двух. Вы просто развиваете Канта немножко, действительно, уже в своем направлении каком-то. К Канту не относитесь непосредственно? Нет. Вы как бы додумываете, и у вас метафора, действительно, как ребята говорят, не очень точна, и поэтому вот представление какого-то верхнего мира и о том, что это какие-то программеры... Метафора, то есть вложенные в миры, вы порождает не Канта как таковой, а неточность метафоры по отношению к Канту. И именно сама неточность его зависит. А в чем неточность метафоры? В том, что... Миры содержательные... Несодержательные... Несодержательные разницы между миром так называемых науменов или вещей и нашим миром. Нет содержательной разницы. У Вачовски, у Ланыевского, как второго-то зовут парня, наставшегося парня? Ну вот, у них между ними содержательная разница. Иначе говоря, верхний мир, он просто потусторонний нашел, и все. И про него ничего сказать нельзя, он непознаваемый. Нет, но он более того... Он неправильно... Он еще... Он возражается. Ну у вас он же какой-то содержательный, какие-то программеры там... У вас на месте появляется все вот это. У вас в нем появляется содержательство, в нем нет содержательности. Никакой. Он более того, он Игорь Зорин. Это Игорь выдумывает. Ну он как бы... Игорь Зорин. Ну он как бы... Не содержательный. Да, конечно. Разъемы здравоохранения, я словно непознаваемый. Мне ничего сказать не могу. Ну а программисты? Да, программисты. Да, программисты. Мы же можем логическую конструкцию брать. Ну это же... Канту это не относится. Вот это и будет развитие метафоры, не в том месте, где она верна, а в том месте, где она не точна. Вы развиваете именно тот аспект метафоры, который не точна. Вот у вас возникает и содержат программисты. Содержательный. Программисты это что-то содержатель? Вот программисты, это метафоры, там может быть все что угодно. Это один из вариантов. Это неважно. Если там есть уже все что угодно... То есть это некая содержательная Федерна Einruaa все что угодно... Содержательная Федернаcio. Содержательная Федерна вредят. Значает, что вы идете дальше по поводу содержателого 트러블? Ну... Эта позиция. Вот в метафоры вы нет dakika. Метафodziция вы не можете сюда приносить. Ну вот тогда... Эта позиция будет тамом большая. lenап gels Así, она будет у вас Несудержательной а очень формальной. Вот с чьим делом. Она у вас будет формальной, а не содержательной. Эта позиция может только вначале ограничивать. показать на жару ты еще в подлежателем сказать о том как по ту сторону и мы не можем программисты рождают только уже у в этой системой чувстве все это очень важно конечно находясь внутри вы вот этого ничего никаких метафор начинались надо это же находясь наружу мы видим два входа мы их дальше мы создали не кулак и сгарка структа и более я нечего садика это очаг у пару как у папы карла нарисованы на холсте это очаг на умный феномен это очаг нарисованы на холсте нету за ним той дверцы которая открывает свет и или страшно или хочет да кто бы спор очередь самое смешное что этот очаг с игорем здесь я согласен он всегда нарисован на холме на холсте и метапозиция открывает его только то что он нарисован на холсте а не то что он какой-то другой очаг только то что он нарисован на холсте мне кажется это позиция не только заключается что она позволяет взгляд тянуть со стороны да да но обнаруживается с этим не стоит обнаруживается что обнаруживается очаг на холсте новый новый нет очаг на холсте все тут тот же нет я скажу прямо с моей точки зрения и насколько я понимаю канта он стоит на такой же точке зрения состоит в том что метапозиция на нее можно встать но с этой метапозиции тебе откроется не другой мир а этот же самый мир и этот же самый мир ты просто его оценишь иначе то есть был будут будущее там просто наивным буратиный ты думал что это очаг и это котел и ты бросаешься заглянуть в котел но встав на метапозицию тебе не нужен будет этот опыт ты сразу увидишь что этот очаг нарисован но это не изменит ничего кроме то есть это изменит угол зрения метапозиция но мир останется тот же самый да эта точка зрения методологов вот они так и делают это это возможно я абсолютно согласен это тогда мы можем сказать что мы находимся под наших представлений которые общество навязывает вот такая матрица совершенно у нас есть априорные формы восприятия и мы должны вот значит когда без этой матрицы вырваться вот так бы рассуждал методолог да это была бы нет позиция некая я просто немножко по-другому понимаю я понимаю как совсем со стороны да вот то что то есть я могу рассуждать уже находясь во мне как бы я могу продолжить дальше лурика понимаешь это канту не относится как в этом но я просто хотел привести некую простую схему да и с которым возможно все эти термины которые мы используем будут очевидны и ясны вот можно для этого для этого надо отказаться от слов я имею ввиду что сейчас я буду говорить конечно да но буду указывать на некую воображаемую картинку когда просто вообразить мы представим себе такую некую плоскость до который полностью такая бесконечная плоскость и вот мы находимся с одной стороны этой плоскости на этой плоскости есть какие-то пространственные временные изображения но вот вот это вот то что мы видим пространственные времена это феномен и проблема состоит в том что мы можем задать вопрос а вот по ту сторону этой плоскости что-нибудь присутствует что-нибудь там находится и вот вопрос и и как то то что находится по ту сторону связано с тем что вот я вижу феномен вот вся постановка вопроса канта вот если убрать в простом схематизме есть можем теперь уже придумали слова как назвать то что находится по ту сторону для плоскости как назвать то что находится на этой плоскости и как это и как рассуждать о том как я как познающий отношусь к тому что находится по ту сторону этой плоскости все вот вся простая схема из которого в которой собственно воображаем из-за в которой и рассуждать по моему лично по личному представлению о том как устроена у канта как рассуждает к а дальше нужен может терминологический аппарат это же вещь некоторого рода выбора да можно так использовать или можно иначе это вопрос договоренности самое главное понимать о чем идет речь и здесь вот в этой картинке и вот еще мы не можем проникнуть по ту сторону он всегда находится по эту сторону плоскость и все его и всегда на самом деле заметил логически всегда вы то потусторонние потому что моего можем мыслить вы всегда уже мыслить нечто по ту сторону этой плоскости. Все? Да. Ну все. Нет возражений? Да. Как это именно так? Совсем не так. Ну ладно, выключай. Выключай. А вот сейчас, да?